здравствуйте друзья с вами дядя юра и сегодня буду говорить обо всем и ни о чем то есть тем много начиная с того что вышли в ночь просто погулять ну захотелось вот снег почему бы не погулять и заканчивая советами по воспитанию дрессировки какой какой там житейской мудростью ох ни хрена себе мне прет от важности нет просто советы такие вот жизненные будут давать по ходу а еще вот это все снимается на экшн-камеру который я купил с gk легенд и смотрите качество вот именно в условиях недостаточной освещенности как это все выглядит подсвечивал подсвечивал поэтому в темноте сплошную в лесу вообще ничего не видно вот а там на заднем плане где-то сви светился огоньками это самое ближайшее ко мне село до сих пор ведутся споры даст научные дискуссии все-таки как это обозвать это село козина или казино ну не знаю кому как нравится ну казино нам прикольнее все таки вот съемка экшн камерой звук не писал потому что ну понятно что в аквабоксе жалко и еще в снегу завалить вот пока тут детишки по ночной темноте балуются как здорово у меня получается полторы минуты протрепался и ничего такого интересного не сказал ну первая интересность в субботу на ртр будет передача ивана затилахина живые истории где будут показывать кого-то из двух я честно говоря не знаю вот кому не лень это в семь часов хоть такое ленивое время посмотрите вот такая вот у нас первая новость новость номер два благодаря нашим людям в чикаго меня познакомили с одной женщиной владелицей помните я в прошлом ролике говорил владельца пит больше там пит больше там всякие такие номера интересные делай и я попытался с ней связаться и потом попробую выложить вот наши беседы и ваши вопросы если интересно будет по вот той пит больше и по содержанию этой собаки с этой владелицей но спасибо нашим людям из чикаго если бы не они то вряд ли этого получилось вот третья новость но ожидаемые конечно девушка взрослеет и вот я думаю к чему бы оба приспособить какой работе то есть тележку возить или что-то искать не хочу использовать криминальные запрещенные вещества потому что это лишний заморочка но хотя не проблема такие запаховые метки найти натаскать девушку у него действительно очень хорошее чутье по сравнению с пузкой опять как будут развиваться события смотреть на канале подписывайтесь посмотрите может быть действительно чего нибудь придумаем будем искать там полезные новостей на сегодня нет и перехожу к ответу на многочисленные вопросы ребята я готов отвечать вам контакт на конкретные вопросы и по конкретной ситуации из еще и бета и повторяю я почти в каждом видео я не могу заочно что-то решать за вас и то что вы пишете абсолютно ничего для меня очень мало значимо мне нужно видеть как вы ведете себя с собакой и тогда я могу какие-то принимать решение кое в чем подсказывать иначе это просто будет ну бесполезный трёп на уровне что будет если да я не знаю что я не видел не вашу собаку но вы пробовали лечиться по телефону но здесь то же самое ребята чем больше информации я получу от вас тем более конкретный реальный подходящий именно вам будет ответ ребята еще одну вещь вы должны четко осознавать за все платится то есть если вы собаку готовите к сдаче нормативов где есть хватка сразу да то вот все вот эти трюки пушкины дюшкины они будут ухудшать эту хватку то есть реально я не претендую на истину просто я внимание обращал если собака хорошо апортирует всякие мелкие предметы она привыкла работать вот на кратке с руками она хуже идет на рукав то есть ее можно научить прочее но это тяжелее чем собаку которая ничего не ну то есть она не знает как такие мелкие вещи апортирует она и работает вот именно как кувалты здесь будут возникать проблемы но я не думаю что они критически это можно принципе научить это вот одно из таких вот моих наблюдений просто слушайте сегодня день советов какой-то всем советую направо налево как оглобли еще один совет владельцам собак если вы серьезно хотите заниматься собакой то не надо ее вгонять в рамки породные то есть собака охранника она поступает вот именно так она побежала за кошкой потому что она ребята не перекладывайте породные качества на свое как бы неумение а как только вы собаку вводите в вот эти рамки породные то у вас рычаги пропадают то есть вы поймите собака это существо которое хочет чтобы его поняли она нацелено на эволюции вот так создана на хочет понимать человека и ваша задача разговаривать с этой собакой на понятном ей языке а если вы изначально запихнули собаку в такие рамки то есть но вот она бросается потому что это породе положено кто вам этого сквита сказал я не знаю откуда это вот уверенность в том что охранная собака должна на окружающих бросаться вот не бросается нормальная охранная собака на окружающих и нормальный телохранитель на окружающих не бросается но функции другие это не сторож супермаркете где и одно присутствие его уже как бы достаточно для того чтобы как бы ну с быть сохранять порядок в этом магазине сегодня пока монтировал видео пришел мне в группе в контакте от парня вопрос парню 13 лет ротвейлер шесть или восемь месяцев точно не помню можно посмотреть живет в вольере бросается и я спросил родители как ну вот мама работает папа работает далеко то есть видно в командировкам и парень с ротвейлер ше остается вот так вот парень мама и ротвейлер шею то есть и маму тоже видно прихватывает и папа сказал что вызовом кинолога ребята тут кинолог не поможет тут нужно вам изменить полностью все отношения то есть собаку же ведет она уже нахваталась этих привычек и будет она отстаивать свое положение в стае и мне как-то тревожно поэтому хотелось бы видео и я думаю что буду это прослеживать и выкладывать видео от этого парня мне очень это напоминает года полтора назад парень с немецкой овчаркой и вот там такая же ситуация была ну ладно посмотрим что будет дальше подписывайтесь на канал будет интересно я вас все-таки познакомлю с этой женщины из америке из ее пит большей ну все пока удачи ротвейлер пусть кадюшка дядя юра и варочка